Сирах, глава 27. Многие погрешали ради маловажных вещей, а ищущие богатство отворщают глаза. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь, так посреди продажи и купли вторгается грех. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. При трясении решета остается сур, так нечистота человека при рассуждении его. Глиняные сосуды испытываются в печи, а испытание человека в разговоре его. Уход за деревом открывается в плоде его, так в слове помышления сердца человеческого. Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей. Если ты усердно будешь искать правды, то найдешь ее и обречешься ею, как по дирам славы. Птица слетается к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. Беседа благочестивая всегда мудрость, а безумные изменяются, как луна. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Пустословие много клянущихся под ними дыбом волосы, а спор их заткнет уши. Ссора надменных кровопролития, и брань их несносна для слуха. Открывающий тайны потерял доверие, и не найдет друга по душе своей. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга, и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серные сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Кто мигает глазом, тот строит козни, никто не удержит его от того. Перед глазами твоими он будет говорить сладко, и будет удивляться словам твоим. А после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Многое я ненавижу, не столько, как его, и Господь возненавидит его. Кто бросает камень в вере, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны. Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему. По смеянии и поношения от гордых и мщения, как лев, подстерегут его. Уловлены будут сетью радующиеся о падении благочестивых, и скорбь измождит их, прежде смерти их. Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладаем ими. Мстительный получит отопщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих. Сам, будучи плотью, питает злобу. Кто очистит грехи его? Помни последнее, перестань враждовать. Помни истление и смерть, и соблюдай заповеди. Помни заповеди, и не злобствуй на ближнего. Помни завет Всевышнего, и презирай невежество. Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи. Ибо раздражительный человек возжжет ссору. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. Каково вещество огня, так он и возгорится. И какова сила человека, таков будет и гнев его, и по мере богатства усилится ярость его. Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Если подвоешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Наушники двоязычные, да будут прокляты. Ибо они погубили многих, живших в тишине. Язык третий многих поколебал. И изгонял их от народа к народу. И разорял укрепленные города, и не спровергал домы вельмож. Язык третий изгнал доблестных жен, и лишил их трудов их. Внимающий ему не найдет покоя, и не будет жить в тишине. Удар беча делает рубцы, а удар языка сокрушает кости. Многие палят острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его, и не связан был узами его. Ибо ярмо его ярмо железное, и узы его узы медные. Смерть лютая смерть его, и самый ад лучше его. Не овладеет он благочестивыми, и не сгорят они в пламени его. Оставляющие Господа впадут в него. В них возгорится он, и не угаснет. Он будет послан на них, как лев, и как барс будет истреблять их. Смотри, огради владение твое терновником. Свяжи серебро твое и золото. И для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих дверь и запор. Берегись, чтобы не споткнуться ими, и не пасть пред злоумышляющим. Сера, глава двадцать девятая. Кто оказывает милость, тот дает взаем ближнему. И кто поддержит его своей рукою, тот соблюдает заповеди. Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя. Многие считали заем находкой и причинили огорчение тем, которые помогли им. Да, коли не получит, он будет целовать руку его, и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет. И это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятием и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от ссуды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Но к бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему немедли. Ради заповеди помоги бедному. И в нужде его не отпускай его ни с чем. Трать серебро для брата и друга, и не давай ему заржаветь под камнем на погибель. Располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, нежели золото. Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья. Лучше крепкого щита и твердого копья она защитит тебя против врага. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Не забывая благодеяний поручителя, его он дал душу свою за тебя. Грешник расстроит состояние поручителя, и неблагодарный в душе оставит своего избавителя. Поручительство привело в разорение многих достаточных людей, и пошатнуло их, как волна морская. Мужей могущественных изгнало из домов, и они блуждали между чужими народами. Грешник, принимающий на себя поручительство, ищущий корысти, впадет в тяжбу. Помогай ближнему по силе твоей, и берегись, чтобы тебе не впасть в то же. Главная потребность для жизни – вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий наготу. Лучшая жизнь бедного под дождьчатым кровом, нежели роскошное пиршество в чужих домах. Будь доволен малым, как и многим. Худая жизнь скитаться из дома в дом, и где водворишься, не посмеешь рта открыть. Будешь подавать пищу и питье без благодарности, да и сверх того еще услышишь горькое. Пойди сюда, пришлец, приготовь стол. Если есть что у тебя, накорми меня. Удались, пришлец, ради почетного лица. Брат пришел ко мне в гости, дом нужен. Тяжел для человека с чувством упрек за приют в доме, и порицание за одолжение. Сера, глава 30. Кто любит своего сына, тот пущаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него, и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, и перед друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он осмотрел на него и утешался, и при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играя с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и ни по творству не разумия его. Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, да, коли оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота. И крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше радости сердечной. Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Сласти, поднесенные к сомкнутым устам, то же, что с неди поставлены на могиле. Какая польза идолу от жертвы? Он ни есть, ни обонять не может. Так преследуемый от Господа, смотря глазами истинная, подобен евнуху, который обнимает девицу и вздыхает. Не предавайся печали душою твоей и не муж себя своей мнительностью. Веселье сердца – жизнь человека, и радость мужа – долгоденствие. Люби душу твою, утешай сердце твое и удаляй от себя печаль. Ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет. Ревность и гнев сокращают дни, а забота преждевремени приводит в старость. Открытое и доброе сердце заботится и о снедьях своих. Серах, глава 31. Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон. Потрудился богатый при умножении имуществ, и в покое насыщается своими благами. Потрудился бедный при недостатках в жизни, и в покое остается скудным. Любящий золото не будет прав, и кто гоняется за тленным, наполнится им. Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была пред лицом их. Оно – дерево преткновения для приносящих ему жертвы, и всякий несмысленный будет уловлен им. Счастлив богач, который оказался безукоризненным, и который не гонялся за золотом. Кто он? И мы прославим его, ибо он сделал чудо в народе своем. Кто был искушаем золотом и остался непорочным? Да будет это в похвалу ему. Кто мог погрешить и не погрешил, сделать зло и не сделал, прочно будет богатство его, и о милостынях его будет возвещать собрание. Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твои, и не говори много же на нем. Помни, что алчный глаз – злая вещь. Что из сотворенного завистливые глаза? Потому он плачет о всем, что видит. Куда он посмотрит, не протягивая руки и не сталкиваясь с ним в блюде. Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай. Ешь, как человек, что тебе предложено, и не присыщайся, чтобы не возненавидели тебя. Переставай есть первый из вежливости, и не будь алчен, чтобы не послужить соблазном. Если ты сядешь посреди многих, то не протягивай руки твоей прежде них. Немногим довольствуется человек благовоспитанный, и потому он не страждет одышкой на своем ложе. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Страдание бессонницы, холера и речь в животе бывает у человека ненасытного. Если ты обременил себя яствами, то встань из-за стола и отдохни. «Послушай меня, сын мой, и не пренебрегай мною, и впоследствии ты поймешь слова мои. Во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не приключится тебе. Щедрого на хлебы будут благословлять уста, и свидетельство о доброте его верно. Против скупого на хлеб будет роптать горд, и свидетельство о скудости его справедливо. Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. Печь испытывает крепость лезвия закалкою, так вино испытывает сердца гордых пьянством. Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно. Что за жизнь без вина? Оно сотворено нам веселье людям. От радости сердца и утешения души вино, умеренно употребляемое вовремя. Горесть для души вино, когда пьют его много при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умоляя крепость его и причиняя раны. На перу за вином не упрекай ближнего, и не унижай его во время его веселья. Не говори ему оскорбительных слов, и не обременяй его требованиями. Если поставили тебя старшим на перу, не возносись, будь между другими, как один из них. Позаботься о них, и потом садись. И когда все твое дело исполнишь, тогда займи твое место, чтобы порадоваться на них, и за хорошее распоряжение получить венок. Разговор веди ты старший, ибо это прилично тебе. С основательным знанием, и не возбраняй музыки. Когда слушает, не размножай разговора, и безвременно не мудрствуй. Что рубиновая печать в золотом украшении, то благозвучие музыки в перу за вином. Что смарагдовая печать в золотой оправе, то приятность песней за вкусным вином. Говори, юноша, если нужно тебе, едва слово два, когда будешь спрошен. Говори, главное, многое в немногих словах. Будь как знающий и вместе, и как умеющий молчать. Среди вельмож не равняйся с ними, и когда говорит другой, ты много не говори. Грому предшествует молния, а стыдливого предваряет благорасположение. Вставай вовремя и не будь последним. Поспешай домой и не останавливайся. Там забавляйся и делай, что тебе нравится, но не согрешай гордым словом. И за это благословляй сотворившего тебя и насыщающего тебя своими благами. Боящийся Господа примет наставление, и с раннего утра обращающиеся к нему приобретут благоволение его. Ищущий закон, он насытится им, а лицемер приткнется в нем. Боящиеся Господа найдут суд, и как свет, вожгут правосудие. Человек грешно уклоняется от обличения и находит извинения согласно желанию своему. Человек рассудительный, не пренебрегает размышлением. А безрассудный и гордо не содрогается от страха и после того, как сделал что-либо без размышления. Без рассуждения не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся. Не ходи по пути, где развалены, чтобы не споткнуться о камень. Не полагайся и на ровный путь, остерегайся даже детей твоих. Во всяком деле, верь в душе твоей, и это и есть соблюдение заповедей. Верующий закону внимателен к заповедям, и надеющийся на Господа не потерпит вреда. Боящемуся Господа не приключится зла. Но и в искушении он избавит его. Мудрый муж не возненавидит закона, а притворно держащийся его, как корабль в бурю. Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ у Рима. Приготовь слово, и будешь выслушан. Собери наставление и отвечай. Колесо в колеснице сердца глупого, и как вертящаяся ось мысль его. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них он возвысил и осветил, а проще положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха, и Адам был создан из земли. Но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других осветил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил. Извинул с места их. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы в его произволе, так люди в руке сотворившего их. И он воздает им по суду своему. Как напротив зла добро, и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два. Одно напротив другого. И я последний бодрственно потрудился, как подбирающий позади собирателя винограда. И по благословению Господа успел и наполнил точила, как собиратель винограда. Поймите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих наставления. Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобой при жизни твоей. И не отдавай другому имение твоего, чтобы, раскаившись, не умолять о нем. Да коли ты жив, и дыхание в тебе, не заменяй себя никем. Ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою. При окончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство. Корм, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. Занимай раба работаю, и будешь иметь покой. Ослабь руки ему, и он будет искать свободы. Ярмо и ремень согнут вы и увала, а для лукавого раба узы и раны. Употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности. Ибо праздность научила многому худому. Приставь его к делу, как ему следует. Если он не будет повиноваться, наложи на него тяжкие оковы. Но никого, ни на кого не налагай лишнего, и ничего не делай без рассуждения. Если есть у тебя раб, тогда будет он, как ты, ибо ты приобрел его кровью. Если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом. Ибо ты будешь нуждаться в нем, как в душе твоей. Если ты будешь обижать его, и он встанет и убежит от тебя, то на какой дороге ты будешь искать его? Сера, глава 34. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень и гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого что может быть чистого? И от ложного что может быть истинного? Гадание и приметы, и сновидение – суета. И сердце наполняется мечтами, как урождающие. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения вели многих в заблуждение, и, надеявшиеся на них, подверглись падению. Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершается. Человек-ученый знает много, и многоопытный выскажет знания. Кто не имел опытов, тот мало знает, а кто странствовал, тот умножил знания. Много я видел в моем странствовании, и я знаю больше, нежели сколько говорю. Много раз был я в опасности смерти и спасался при помощи опыта. Дух, боящихся Господа, поживет, ибо надежда их на спасающего их. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо он надежда его. Блаженна душа боящегося Господа. Кем он держится, и кто опора его? Очи Господа на любящих его, он могущественная защита и крепкая опора. Покров от зноя и покров от полуденного жара. Сохранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачество, жизнь и благословение. Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношения насмешливо, и дары беззаконных неблагоугодны. Не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых, и множество жертв не умилостивляется о грехах их. Что заколающий на жертву сына пред отцом его, то приносящий жертву из имения бедных. Хлеб нуждающего есть жизнь бедных, отнимающий его есть кровопийца. Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы. Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит владыка? Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое. Кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Кто соблюдает закон, тот умножает приношение. Кто держится заповедей, тот приносит жертву спасения. Кто воздает благодарность, тот приносит семидал. А подающий милостыню приносит жертву хвалы. Благоугождение Господу отступление от зла, и умилостивление его уклонение от неправды. Не являйся предлицо Господа с пустыми руками. Ибо все это по заповеди. Приношение праведного уточняет алтарь и благоухание его пред Всевышним. Жертва праведного мужа благоприятна, и память о ней незабвенно будет. С веселым оком прославляй Господа, и не умоляй начатки трудов твоих. При всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящай десятину. Давай Всевышнему подаяние его, и с веселым оком померяй приобретение рукой твоею. Ибо Господь есть воздоятель и воздаст тебе всемиро. Не уменьшай даров, ибо Он не примет их, и не надеясь на неправедную жертву. Ибо Господь есть судья, и нет у Него лицеприятия. Он не уважит лица пред бедным, и молитву обиженного услышит. Он не презрит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое. Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их. Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков. Молитва смиренного проникает сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу. И не отступит, доколе Всевышний не призрит и не рассудит справедливо, и не произнесет решение. И Господь не замедлит и не потерпит, доколе не сокрушит чресл немилосердных. Он будет воздавать отмщение, и народам, доколе не истребит сонма притеснителей, и не сокрушит скипетров неправедных. Доколе не воздаст человеку по делам его, и за дела людей, по намерениям их. Доколе не совершит суда над народом своим, и не обрадует их своей милостью. Благовременна милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи. Сера, глава 36. Помилуй нас, Владыка Божий всех, и призри, и наведи на все народы страх твой. Воздвигни руку твои на чужие народы, и допознают они могущество твое. Как перед ними ты явил святость твою в нас, так перед нами яви величие твое в них. И допознают они тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме тебя, Господи. Возобнови знамения и сотвори новые чудеса. Прославь руку и правую мышцу твою. Воздвигни ярость и пролей гнев. Истреби противника и уничтожь врага. Ускори время и вспомни клятву. И да возвестят о великих делах твоих. Яростью огня да будет истреблен убегающий от меча. И угнетающий народ твой да найдут погибель. Сокруши головы начальников вражеских, которые говорят, никого нет, кроме нас. Собери все колена Иакова и садела их наследием твоим, как было сначала. Помилуй, Господи, народ, названный по имени твоему. И Израиле, которого ты нарек первенцем. Умилосердись над городом святыни твоей, над Иерусалимом, местом покоя твоего. Наполни, Сион, хвалой обетований твоих. И твоей славой народ твой. Даруй свидетельство тем, которые от начала были достоянием твоим. И воздвигни пророчество от имени твоего. Даруй награду надеющимся на тебя. И да верует пророкам твоим. Услышь, Господи, молитву рабов твоих по благословению Аарона о народе твоем. И познает все живущие на земле, что ты, Господь, Бог веков. С желудок принимает в себя всякую пищу. Но пища, пища лучше. Гортань отличает пищу из дичи. Так разумное сердце, слова ложные. Лукавое сердце причиняет печаль. Но человек многоопытный воздаст ему. Женщина примет всякого мужа. Но девица, девица лучше. Красота жены веселит лицо. И всего вожделения для мужа. Если есть на языке ее приветливость и кроткость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих. Приобретающий жену полагает начало стяжанию. Приобретает соответственного ему помощника, опору спокойствия его. Где нет ограды, там расхитится имение. А у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь. Ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город. Так и человеку, не имеющему оседлости, и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает. Всякий друг может сказать, и я подружился с ним. Набубает друг по имени, только другом. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. О, злая мысль! Откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Приятель радуется при веселье друга, а во время скорби его будет против него. Приятель помогает другу в трудах, его родит щерева, а в случае войны возьмется защит. Не забывай друга в душе твоей, и не забывай его в имении твоем. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою, и наперед узнай, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать и для самого себя. Может быть, он бросит на тебя жребий и скажет тебе, путь твой хорош, а сам станет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Не советуйся с недоброжелателем твоим, и от завистников твоих скрывай намерение. Не советуйся с женой о сопернице ее, и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым в благодарности, с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Не полагайся на таких ни при каком совещании. Но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своей душой по душе тебе и в случае падения твоего поскорбит вместе с тобою. Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой в истине, начало всякого дела размышления, а прежде всякого действия совет, выражение сердечного намерения лицо. Четыре состояния выражаются на нем – добро и зло, жизнь и смерть, а господствует всегда язык. Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен. Такой останется без всякого пропитания. Ибо не дана ему от Господа благодать, и он лишен всякой мудрости. Иной мудр для души своей, и плоды знания на устах его верны. Мудрый муж получает народ свой, и плоды знания его верны. Мудрый муж будет изобиловать благословением, и все видящие его будут называть его блаженным. Жизнь человека определяется числом дней, а дни Израиля бесчисленны. Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек. Сын мой, в продолжении жизни испытывай твою душу, и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того. Ибо не все полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена. Не пресыщайся всякую сластью, и не бросайся на разные снеди, ибо от многоидений бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры. От пресыщения многие умерли, а воздержанный прибавит в себе жизни. Сирах, глава 38. Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его. И от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделалась сладкой, чтобы поздно наболосила его. Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Имя он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятие его не оканчивается, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание из семидала, памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающее. И дай место врачу. Ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех. Ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает предсотворившим его, да впадет в руки врача. Сын мой, над умершим пролезь слезы, и как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плачь, прилично облеклись тело его, и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два, для избежения осуждения, и тогда утешься от печали. Ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечной истощит силу. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердце твоего печали, отдаляя ее от себя, вспоминая о конце. Не забывай о всем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. Вспоминай о приговоре надо мною, потому что он так же и над тобой, и мне вчера, и тебе сегодня. С успокоением умершего успокой память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом или хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телиц. Так и всякий плотник из очей, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того прилежания о том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни, и думает об изделии железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончании дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом, и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будут жить в нем. И однако ж, они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения, и не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский, и молитва их об успехе художества их. Серах, глава 39. Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнему, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчи, будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчи. Он будет проходить служение среди вельмож и являться перед правителем, будет путешествовать по земле чужих народов, ибо испытал доброе и злое между людьми. Сердце свое он направит к тому, чтобы с раннего утра обращаться к Господу, сотворившему его, и будет молиться перед Всевышним, откроет в молитве уста свои и будет молиться о грехах своих. Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума, будет источать слова мудрости своей и в молитве прославлять Господа, благоуправит свою волю и ум и будет размышлять о тайнах Господа. Он покажет мудрость своего учения и будет хвалиться законом завета Господня. Многие будут прославлять знания его, и он не будет забыт вовек. Память о нем не погибнет, и имя его будет жить в роды родов. Народы будут прославлять его мудрость, и общество будет возвещать хвалу его. Да коли будет жить, он приобретет большую славу, нежели тысячи, а когда почиит, увеличит ее. Еще раз мыслив, расскажу, ибо я полон, как луна в полноте своей. Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая на поле при потоке. Издавайте благоухание, как ливан, светите, как лилия, распространяйте благовоние и пойте песнь. Благословляйте Господа во всех делах, величайте имя его и прославляйте его, хвалуя его, песнями уст и гуслями и прославляя, говорите так. Все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление его в свое время исполнится. И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется. По слову его стала вода, как сток, и по изречению уст его явились вместилища вод. В повелениях его все его благоволение, и никто не может умолить спасительность их. Перед ним дела всякой плоти, и невозможно укрыться от очей его. Он прозирает из века в век, и ничего нет дивного перед ним. Нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все создано для своего употребления. Благословение его покрывает, как река, и как поток напаяет сушу. Но и гнев его испытывает народы, как некогда он превратил воды в солончаки. Пути его для святых прямо, а для беззаконных они преткновение. От начала для добрых создано доброе, как для грешников злое. Главные всех потребности для жизни человека – вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Все это благочестивым служит в пользу, а грешникам может обратиться во вред. Есть ветры, которые созданы для отмщения, и в ярости своей усиливают удары свои. Во время устремления своего изливают силу и удовлетворяют ярости сотворившего их. Огонь и град, голод и смерть – все это создано для отмщения. Зубы зверей и скорпионов, и змеи и меч, мстящий нечестивым погибелью, образуется повеление, обрадуются повелению его, и готовы будут на земле, когда потребуется, и в свое время не приступят слова его. Посему я с самого начала решил, обдумал и оставил в Писании, что все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. И нельзя сказать, это хуже того, ибо все в свое время признано будет хорошим. Итак, всем сердцем и устами пойте и благословляйте имя Господа.